Привет всем! Мы снова будем рисовать простые акварели, потому что это начальный курс. Не танцуй за кадром, потому что мне смешно. И сегодня у нас вот такие вот совы. Да, друзья, я беру работы заведомо простые, то есть, конечно, можно нарисовать сову супер, гипер мега реалистичную, но это пока не наш уровень. Мы, конечно же, сможем это сделать в будущем, но будем начинать с простых вот таких вот совышек, практически детских рисунков для того, чтобы научиться, потому что нам нужны навыки. И из урока в урок я повторяю неустанно главные принципы академического рисунка и академической живописи. И так как мы срисовываем, мы должны пропорционально правильно закомпоновать в нашем листе то, что мы видим на картине. И для этого мы идем от общего к частному. То есть, не нужно начинать рисовать сову с головы, с ушек, с глазок, потому что потом окажется, что у вас нет места для веточки и лапок, и композиция неудачная, и придется все стирать. И очень жалко будет потраченных усилий и времени. Поэтому нам очень важно найти, как располагается эта сова в нашем листе и повторить это. Сова у нас очень простая. С чего мы начинаем? Мы смотрим, сколько ее в листе. То есть, условно, если мы хотим сделать это правильно, у нас не должны упираться края контуров этой совушки в края листа. И, соответственно, мы можем сразу себе очертить зону, куда мы не будем залазить. Это будет очень просто, гораздо проще, нежели потом перерисовывать. То есть, по сути, сова у нас будет вот такого размера, вот такой высоты, вот такой ширины, пропорции нашей совы. И вот здесь вот у нас уже понятно, что находится наша веточка. Вы можете мерить пальцами, линейками, карандашами, чем угодно. Пользуйтесь любыми вспомогательными материалами. Не стесняйтесь. И не слушайте тех, кто говорит, что нельзя линейку использовать. Вы учитесь. У вас пока еще не натренирован глазомер. Используйте линейку, если вам хочется. Если у вас листы соответствуют размерам, то вы можете расчерчивать хоть по линейке. Главное, чтобы был хороший результат, чтобы вам нравилось, и у вас не пропало желание рисовать. У вас или у ваших детей. Я смотрю, что это ветка, на которой она сидит примерно толщиной с палец, или условно толщиной с мой карандаш. Я прикладываю карандаш, проверяю. Мне все нравится. Вот такая вот веточка. Дальше. Сова у нас какая? Правильно, симметричная. Поэтому мы можем посередине провести линию симметрии. И это тоже одно из правил, которые я не рассказывала на других уроках, потому что там не было таких вот прям симметричных объектов на листе. Но если вы видите что-то симметричное, гораздо легче это сделать одинаковым с двух сторон, если вы видите эту линию симметрии. Это линии построения, которых не существует на рисунке. Они у художников в голове, и профессиональные художники рисуют без них. Но это не значит, что они их не видят. Да, у нас профессиональная деформация личности. Мы все предметы видим расчерченными на сеточке, клеточке. И это все у нас в голове. Но для того, чтобы оно было у вас в голове, сначала оно должно быть у вас на листе. И еще два больших объекта в этой сове. Это ее корпус, ее туловище и ее голова. И тоже мы смотрим, что ее голова пропорционально, наверное, тоже помещается два раза в корпус. Соответственно, это будет одна треть от вот этого прямоугольника. И уже вот сюда можно вписывать наш овальчик. И у нас сова такая не сильно правильная. У нее плечики поуже. А вот здесь вот к низу она пошире. И она так вот прям как бы сидит, распушив весь свой мех. Перья, что там у нее, на этой ветке. То есть она, ну если мы будем рисовать ее полностью, мы бы нарисовали вот такое вот яйцо. Ну да, без верха. То есть вот это вот ее туловище. Но нам нужны только вот эти вот боковые линии. Можете себе простроить яйцо. Потому что я тоже всегда люблю отталкиваться от каких-то простых форм, которые понятны. Но вы должны понимать, что вот этих вот линий у нас не будет. Да, это линии вспомогательные, которые делают наше построение легче. Я их стираю, чтобы в них не путаться. Да. Бочка яйца этого у нас остались. И наверху у нас здесь голова совы. И мы рисуем, у нас должно остаться место под ушки. Соответственно, мы спускаемся на сантиметрик или пол ниже. И рисуем вот такой вот условный овальчик. Это голова совы. К овальчику сбоку мы пририсовываем два треугольничка. Видели в картинке в интернете, где совы очень похожи на кошек. То есть, если я сейчас вот тут пририсую хвост, то будет прекрасный котик. Но мы этого делать не будем. Кстати, это если вы будете рисовать с детьми, вы можете нарисовать сову, а потом нарисовать котика. И практически никакой разницы, кроме хвоста, не будет. Ну и морда будет другая, естественно. Дальше. Здесь у нас у совы огромные глаза, которые как очки посажены вниз. И эти очки, они как знак бесконечности. Вот такая вот восьмерка, лежащая в нижней части. То есть, если я ее продлилую, то может быть вот такая вот восьмерка. Да, вы можете прямо вот так вот. Только рисуйте ее как бы вот с более пухлыми боками. И не совсем вот сюда заужайте к центру. То есть, как бы восьмерка, но не восьмерка. И вот здесь, вот внизу этой восьмерки, такая вот простая кубанская, я с Кубани. Поэтому простая кубанская семечка черная. Вот такая вот здесь. Вы можете взять семечку, если она у вас есть. Если нет, приготовьте заранее семечку. Приложите ее и обрисуйте. Но я думаю, что вы и без семечки справитесь с этой восьмеркой. Дальше в центре у нас кружочки. Сначала побольше, где мы рисуем глаза, и внутри поменьше. Это будут зрачки. И тут есть один секретик, что всегда взгляд более живой, если есть блики. И вот таких можете два белых треугольничка нарисовать, которые вы оставите белыми. То есть, у нас вот это вот все черное, когда мы это будем раскрашивать. А два блика в глазах сделают ей более живой взгляд. И лапки. То есть, вот здесь вот более уже шкорки от семечек. Три в одну сторону. Они идут поверх нашей веточки. И три в другую сторону. Тоже, где они находятся. Условно, вот у нас линия середины. Они посерединке этих половинок. Правой и левой половинки. Вот такие вот три коготочка. И у нас еще вот здесь вот крылья. То есть, вот к этим бочкам мы пририсовываем еще такие вот две луны. Видите? Похожи на луну. На месяц, да? Вот такие вот будут крылышки. С построением у нас все. Но еще можно нарисовать ей манишечку. Чтобы вот здесь вот была зона, где будут разные цвета. Как бы ее грудка. И на следующем занятии мы приступим рисовать цветными красками. Так что готовьте акварели кисточки. Если вам нравятся мои простые уроки рисования, обязательно ставьте лайк. И я приготовила такую вот картинку на следующее занятие. Если она вам нравится, напишите в комментариях, что да, хотим дельфинов. Если вы хотите что-то другое, то пишите свое предложение. Я обязательно все прочитаю и сниму видео на эту тему. А сейчас лайки. Подписывайтесь, делитесь. И будем рисовать, учиться от простого к сложному, от общего к частому. От рисунка к живописи. Сначала такой простенькой, а потом супер-пупер-гиперреалистической. Но все потихоньку. Поко-поко, как говорят в Испании. Привет вам большое из Барселоны. Адьёс! ВИСТ breading 5Teου 6Teiy 12 39 40 60 41 Продолжение следует...